Жол, хуй знает какой день моего путешествия. Я направлялся с Нордкапа в город Трёмсе, в надежде пройти техническое обслуживание моего мотоцикла. Но моей мечтам не суждено было сбыться. Приветствую всех. Пиздец, это какая-то подстава. Я думал, здесь сейчас в Трумсе сделаю обслуживание. Ну, с подписчиком договорились, вроде как он там узнавал, что у меня примут, запчасти есть, все, ништяк. Приезжаю сейчас туда, они говорят, у нас механик в отпуске, в следующей неделе приходи, проблем сделаем. Мне завтра уже ехать, я сюда на два дня остался, ебаный в рот. Ну ладно, у меня еще тысяча километров в запасе есть, чтобы вот прям до 24, ну дотяну там докуда-нибудь, до Бергена, допустим, или может быть ближе. Я с этим, с человеком, который там сидел в сервисе, пообщался, попросил его, чтобы он может быть нашел для меня альтернативный сервис, ну потому что надо рано или поздно. Он попытался там позвонить в ближайшие города по пути у меня, но там что-то не отвечали, видимо еще рано было, это было 8 утра. Соответственно, ну просто подъедь попозже еще раз попробую дозвониться куда-нибудь, ну где-нибудь найдем. В общем-то такие дела. Что касается подписчика, который вроде как приглашал, звал к себе в город, но я его до сих пор так и не видел, шифруется. Общаемся только исключительно через директ. А вообще он существует или нет, нафиг? Я уже начинаю сомневаться, блядь. Но это реально подстава, блядь. Нахуй звать к себе в город, если у тебя тупо нет времени, блядь. Я бы мог сейчас, сука, не на два дня остановиться здесь, а на день. Сейчас бы мог спокойно дальше ехать, блядь. Сейчас мне тут целый день хуйней страдать, блядь. Нахуя? Спрашиваться. Короче, я сейчас матерюсь, потому что, ну реально, блядь, на эмоциях немножко. Поэтому вот ты, зритель, который смотрит и который сейчас будет писать комментарий. Ой, как, блядь, он матерится. Иди нахуй, блядь. Отпишись и, блядь, больше не заходи на этот канал. Просто я сейчас, сука, на эмоциях немножко. Потому что, блядь, я ехал сюда, я реально ожидал. Ну я сюда с какой-то определенной целью ехал. Я ожидал, что я здесь пройду. Ты, о, нормально, может резину поменяю, все дела. Спокойно дальше поеду, блядь, со спокойной души. Приехал, блядь, снял отель на два дня. Я сейчас как дурак здесь шараюбиться буду. Ну, ладно. Что не делается, что все к лучшему. Мы найдем и в этом тоже пользу. Я говорю, у меня... А я сейчас позвоню в Германию, в Хонду, блядь, попрошу у них, чтобы они мне порекомендовали ближайшего сервис-партнера ихнего. И все, блядь, может они что подскажут. И договорюсь заранее, может быть, на конкретное время и дату. Ну, посмотрим, сейчас с чем-нибудь решим. В общем, я сейчас нахожусь на шиномонтаже. Мне сейчас все-таки поменяют резину. Дело в том, что я поискал тут еще немножко. Нашел одну контору. Они предлагали мне Pirelli за 400 с чем-то евро. 440 евро предлагали. Потом они... Ну, они не имеют права менять на мотоцикле. Нет у них такой специальной лицензии, как мне объяснили. Они мне порекомендовали другую контору, позвонили за меня, там договорились, что я могу приехать. И они сразу все сделают. В общем, я приехал сюда, они мне... Будут сейчас ставить Continental. Какую конкретно, я не знаю. Ну, мне лишь бы какую поставили. И все это обойдется мне где-то в 500 евро, включая работу. Ну, согласитесь, блядь, 500 евро это намного меньше, чем 1000 евро. То есть в том, в первом сервисе, в мотосервисе, они мне только за работу 5000 крон заломили. Это то есть 500 евро. Только за работу, чтобы поменять. Плюс за резину, за каждое колесо там почти 300 евро. Это пиздец полный. Как бы... Ну, 500 евро по сравнению с тем ценником выглядит намного поприятнее. Потом заеду все-таки к тем деятелям, ну, хотя бы масло поменяю. Получается, у меня будут новые колеса, чистое масло. Так что до дома я доеду без проблем. Должен. А дома уже сделаю плановое регламентное ТО. Ну, придется сделать, что тебе. И все. Так что... Теперь моя душа немножко как бы спокойна. В общем, все. Заменили мне резину. Сейчас я поеду, заменю масло. И, в принципе, я думаю, на этом стоп. Хватит. До дома доеду. Дома уже сделаю нормальное плановое ТО. И не буду париться. Сейчас я вам покажу, что за резину мне поставили. Немножко дизайн непривычный. Относительно того, что было. Было как-то более спортивное. Сейчас, ну, не знаю, надо привыкнуть. Поставили мне Конти Атак 3. Ну, вроде как, по отзывам, резина неплохая. Обошлось мне все в 5500 крон. Это где-то 550 евро на наших. Ну, вместе с работой. Ну, учитывая, где я нахожусь, я считаю, все это, в принципе, бюджетно. По сравнению с тем, сколько бы я до этого залупили. Тысячу евро там, получается, выходило. Вместе с работой. Короче, жесть. Так, вот у нее такой необычный протект, а немножко вообще непривычный. Надо будет какое-то время привыкнуть. Вон, видите, да? Конти Атак. Ну, тоже прикольно. Ну, сейчас хоть я со спокойной душой могу ехать дальше и не париться, что у меня там резина кончится. И что-то будет. Посмотрим. Надо сейчас только осторожнее ехать, потому что новое. Интересно, какого года, блядь, как это читать-то? Упс. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Компания Продолжение следует...